Существует много видов энциклопедии, ведь энциклопедия в широком понимании – это сборник сведений и справок на различные темы. Энциклопедия в том виде, в каком мы знаем ее сейчас, появилась в XVIII веке. Образцом для нее послужил словарь. Словарь содержит только слова и их определения, давая человеку минимум информации. Чтобы устранить эти недостатки, энциклопедия глубже проникает в каждый освещенный ею предмет и содержит абсурд, накопленное на нем знание. Энциклопедия живой природы. Наша Земля, как мы знаем, имеет форму шара, вращается вокруг Солнца. Рядом с Землей вокруг Солнца вращаются еще 8 крупных планет. Земля – это уникальная планета, только на ней есть живые организмы, вирусы, бактерии, грибы, растения, животные и мы – люди. Живые организмы окружают нас повсюду. Без одних наша жизнь была бы невозможна, другие помогают нам и делают мир вокруг ярким, ну а третьи – опасные вредители, с которыми приходится бороться. Энциклопедия живой природы поможет разобраться в том, какие растения и животные верны друзья человека, какие добрые приятели, а какие заклятые враги. Знать это не только интересно, но и очень важно. В Энциклопедии живой природы мы узнаем, какие природные зоны существуют на Земле, какие растения и животные там встречаются, и как они приспосабливаются к жаре и холоду, к снегу и льду, к воде и к засухе. Конечно, обо всех живых организмах, обитающих на Земле, рассказать в одной книге невозможно. Их невероятно много. Но, прочтя эту книгу, вы узнаете много нового и интересного об уже знакомых вам растениях и животных. И встретитесь с новым и необычным представителем живой природы в планете Земля. В Энциклопедии живой природы вы узнаете рассказы о лекарственных растениях, которые помогают человеку быть здоровым и сильным, а также об опасных, ядовитых для человека растениях. Также в Энциклопедии нас ждет встреча с простейшими организмами – моллюсками, ракообразными, земноводными, насекомыми, пресмыкающимися, рыбами, птицами, великопитающими. В Энциклопедии есть помощники, которые подскажут, о каком растении или животном идет речь. Ромашка подскажет рассказы о травянистых растениях, у которых мягкие, легко ломающие стебли. Червячок расскажет о своих приятелях и беспозвоночных животных, у которых нет скелета. Пчелка расскажет о насекомых, лягушка – о земноводных, которые могут жить и на земле, и на суше. Это уникальная книга с краткой и одновременно исчерпывающейся информацией о 300 растениях и животных, населяющих нашу планету. Эта энциклопедия поможет справиться не только с домашними заданиями, но и стать настоящим эрудитом.